Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео небольшое, но полезное видео для сайтов Joomla или WordPress или любой другой движок. Возможно, вам это будет интересно. Искусственный интеллект OpenAI набирает обороты, становится все более масштабней, внедряется в разные сферы. А что касаемо ботов, как и где обучается сам искусственный интеллект? Так вот, есть простые AI-боты, которые могут гулять по сайтам. Боты это по-другому роботы, которые обходят веб-сайты для сбора контента, используемого в обучении их систем искусственного интеллекта. Это может быть хорошо или плохо. Знаю, что боты могут нагрузить сайт, то есть сайт может в этот момент тормозить. Зачем вам это нужно? Нам это не нужно. И тут такой скользкий вопрос, воровство контента нет, потому что ведь он его генерирует на основе, допустим, даже ваших статей. Но он их может пересобирать и выдавать, допустим, уникальный контент. Но нам не нужно, чтобы, по сути, эти боты к нам заходили. Мы можем в правила нашего сайта добавить эти вот самые правила, чтобы наши боты искусственного интеллекта OpenAI не трогали наш сайт. Это делается через файл robots.txt. Этот файл должен находиться у вас в корне сайта. Еще этот файл может быть виртуальным, если вы используете некие плагины. Давайте взглянем, проверьте свой сайт. Давайте взглянем, проверьте свой сайт. А есть ли этот вообще файл robots.txt у вас в корне вашего сайта? Это можно проверить через хостинг-панель. Вот я зашел на один из своих сайтов fedorovasily.ru в корень своего сайта. Это сайт на WordPress. И здесь у меня как бы нету файла robots.txt, потому что у меня он виртуальный, и он у меня находится в специальном плагине. Если вы используете плагин, допустим, Clarify Pro или что-то подобное, на вкладке SEO здесь есть у меня уже robots. Вот так он выглядит. То есть вам просто нужно вот в конце, если у вас здесь уже есть какие-то данные, правила, вставить вот такой кусок кода. Это DESALU, это правило запрета. Запрета для юзер-агент GPT-Bot и других ботов. То есть вам не надо в это вникать, вы просто копируете вот это вот и вставляете в свой robots в конце вашего файла. Если у вас нет ни виртуального, нету, то есть у вас сайт на WordPress, у вас нету и в корне сайта, то его просто создать прямо здесь на хостинге, новый файл, называйте просто его обязательно robots.txt и окей. И в него уже открываете и вставляете вот этот, ну скажем, кусок кода. Хотя это не кусок кода, да, это у нас правило. Если же мы посмотрим на сайт Joomla, вот у меня есть основной сайт под Joomla. Вы можете прямо перейти на мой сайт fedorvasilv.com, подписать, поставить слэш и подписать слово robots.txt. И нажать Enter. И вы перейдете прямо к моему файлу robots.txt. Здесь есть разные правила, вы на них не смотрите. В самом низу. Это для тех, кто хочет просто скопировать. Я просто вам показываю. Вы копируете именно вот так, как я выделил. Начинается вот User Agent. Просто нужно это сделать один раз, поместить в файл robots.txt вот эти вот правила, для того, чтобы АИ, простые боты к нам не ходили и не сканировали наш контент. И таким образом мы чуть-чуть еще улучшаем наш сайт. Резюмируем. Убедитесь, нет ли в корне у вас этого файла. Если нет, проверьте. Может быть у вас какой-то плагин есть, как я вам сейчас только что показал, который делает виртуальный robots. Если ни того, ни другого нет, спокойненько в корне вашего сайта создаете файл обязательно с названием robots.txt. И в него уже вносят эти правила. Если robots у вас уже есть, то просто вставляете эти правила. Один раз это делаете, и все, они там никуда не слетят. Они там будут всегда находиться. На этом я урок заканчиваю. Надеюсь, для вас был он интересен и полезен. А я с вами не прощаюсь. И мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов, отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации, возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...